Это новости об Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. И за прошедшие сутки на Донбассе пророссийские боевики четыре раза нарушали режим тишины. В результате чего получили ранения трое украинских военных. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, основная боевая активность наблюдалась на Донецком направлении. Здесь в течение 40 минут террористы из минометов и гранатометов били по защитникам Лебединского. Под минометным огнем оказались также украинские позиции в Павлополе, в районе Авдеевки, силы. А то вынуждены были открывать ответный огонь. Горячее всего на протяжении минувших суток было вблизи Авдеевки. Здесь боевики российско-оккупационных войск в среднем почти за четыре часа дважды вели активный обстрел наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также противник выпустил в сторону наших оборонительных укреплений 7 снарядов из минометов калибра 82 мм. Экс-заместителя так называемого министра спорта оккупированного Крыма на месяц взяли под стражу. Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной республики Крым об избрании ему меры пресечения. Его обвиняют в государственной измене. Накануне бывшего чиновника задержали на админгранице с оккупированным полуостровом сотрудники контрразведки СБУ. С апреля 2015 по май 2016 он занимал должность заместителя так называемого Минспорта Республики Крым. Иск по поводу незаконной застройки Украинской Православной Церкви Московского Патриархата возле фундамента Десятинной Церкви в Киеве будет готов в понедельник. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган по итогам встречи руководства столичной прокуратуры с представителями Национального музея истории Украины. Именно на его территории находится незаконное сооружение. Несколько сотен активистов вышли на акцию протеста с требованием снести его. Они утверждают здание без разрешительных документов, к тому же на территории, представляющей археологическую и историческую ценность. Это территория верхнего города, одна из старейших частей, обжитых человеком в Киеве. Здесь проводилось много раскопок, начиная уже с 19 века. Археологические слои здесь даже древнее, чем киево-русские. Под землей немало и керамических, и стеклянных, и каменных остатков разных исторических периодов. Здесь, грубо говоря, носком ботинка нельзя землю ковырнуть, это уже преступление. Поэтому никакое строение здесь легально невозможно. У нас есть заключение, письмо от Министерства культуры о том, что ни одна церковная организация не зарегистрирована в этом месте. Ни одна церковь не вводилась в эксплуатацию, согласно ответу от КМДА. Около 100 тысяч заявлений поступило от пострадавших за 10 месяцев работы проекта «Полина». Это полицейская сеть противодействия домашнему насилию. Она работает в трех областях – Киевской, Одесской и Луганской. Наталья – жертва домашнего насилия. После очередного скандала с мужем поселилась с трехлетним сыном в Центре социальной защиты для женщин с детьми. Говорит, останется здесь, пока решится вопрос квартиры, где жила вместе с мужем. Новое законодательство, по которому обидчик должен сам уйти из семьи, войдет в силу через полгода. Это мне порекомендовали мои знакомые. Они говорят, если у вас такая проблема в семье, возможно, вам помогут в Центре социальной защиты. Я сейчас пытаюсь решить эту проблему, но муж отстраняется. Сначала пообещал, что сюда придет и пообщается со специалистами. Сейчас, говорит, прийти не может. Работает. В Дарнинском районе города Киева три раза в неделю экипаж в составе полицейских, социальных работников, ювенальные службы. Объезжают семьи, где было зафиксировано домашнее насилие. Полицейские едут на вызов райотдел. Позвонила женщина и сказала, отец издевается над ней и ее малолетней дочерью. Что вообще тут случилось? Все хорошо, Говорит. В квартиру приглашают мужчину, на которого поступила жалоба. Себя в семейном конфликте виновным не считает. Они напьются и вызывают на меня полицию. Вот зайдите, посмотрите. Это может быть мать двоих детей? Порядок в комнате такой может быть? Зайдите, посмотрите. Дочь Владимира отказалась на камеру комментировать отношения с отцом. В дальнейшем с этой семьей будут работать психологи и социальные работники по специальной методике. Маму вызвать и поработать с психологом. А потом придет ее отец, с которым будем решать вопрос о возможном социальном сопровождении семьи. Составляется план, заключается договор с каждым членом семьи. И они его придерживаются. Если не придерживаются, мы пишем уведомление в службу по делам детей. И она решает дальнейшую судьбу ребенка. Алгоритм работы с семьей, где происходят скандалы с применением силы, прописан в программе Полина. Полиция против домашнего насилия. Она действует в Киеве, Одессе и Северодонецке. Программа стартовала в июне 2017 года. Этот пилотный проект будут внедрять по всей Украине. По прибытии мобильной группы Полина документируется правонарушение, предусмотренное статьей 173 Кодекса Украины про административные правонарушения. Проводятся первоочередные мероприятия по отношению к обидчику. Предоставляется помощь жертве и решается вопрос о дальнейшей работе с данной семьей. В декабре прошлого года Верховная Рада приняла законы о противодействии домашнему насилию. Статья в одном из них предусматривает уголовную ответственность. Она вступит в силу только со следующего года, то есть 1 января 2019 года. В частности это общественные работы от 150 до 240 часов, арест до 6 месяцев, ограничение воли и лишение свободы до двух лет. Второй же закон нацелен на предотвращение и противодействие домашнему насилию. Он заработает через полгода. В частности, в законе есть запрет на общение с жертвой и совместное проживание. Также обидчик будет обязан проходить специальную программу коррекции своего поведения. Обидчик будет проходить коррекционную программу в судебном порядке. Вернуться в семью без ее прохождения он не сможет. Ранее такой нормы не было. Мы считаем, что это необходимая мера. В психике человека что-то меняется. Он реабилитируется. В небе над Сирией сбит российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает BBC со ссылкой на сирийский центр мониторинга прав человека. Это произошло в районе, который находится под контролем повстанцев недалеко от города Идлиб на севере Сирии. По данным центра, пилот катапультировался перед катастрофой и был захвачен в плен. BBC отмечает, что пока нет подтвержденных данных о судьбе пилота. Семь человек получили ранения в результате стрельбы в итальянском городе Мочерата. 28-летний местный житель открыл огонь по прохожим из своей машины. Очевидцы сообщают, что нападавший специально целился в темнокожих людей. Вскоре после инцидента его задержала полиция. Правоохранители заблокировали машину злоумышленника. Увидев полицейских, он выскочил из автомобиля и начал убегать. Всех раненых доставили в больницы. Пока неизвестно, насколько серьезные хранения. Самую компактную ракету-носитель запустили в Японии. Она доставила на орбиту микроспутник, разработанный Токийским университетом. Прямую трансляцию старта с космодрома Утинаура вело японское агентство аэрокосмических исследований. Ракета длиной около 10 метров весит 2,5 тонны. Японские СМИ сравнивают ее размеры с габаритами телефонного столба. Общие расходы на разработку и запуск составили чуть более 3,5 миллионов долларов США. Это последняя информация выпуска. Следующий уже через 2 часа. Оставайтесь вместе с нами. И спасибо, что вам интересна Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова